Юрий – легендарный князь Тарусский в первой половине XIV века, родоначальник Тарусской ветви черниговских князей. В родословных этот князь показан сыном черниговского князя Михаила Всеволодовича. Биография, согласно родословным Юрией, назван князем Тарусским и показан одним из сыновей черниговского князя Михаила Всеволодовича, убитого в 1246 году в Золотой Орде. Однако уже в XIX веке исследователи, сравнивая родословные потомков Юрия, отмечали хронологические несоответствия. Так П. Н. Петров указал, что в родословии князей Мизецких и Борятинских слишком большой разрыв между родоначальником и документально засвидетельствованными представителями. Родов он предположил, что в родословных были пропущены от двух до трех колена. Также на несоответствие родословных летописным сведениям обратил внимание Н. Баумгартин, который посчитал, что все родословия, выводящие происхождение черниговских князей к Михаилу Всеволодовичу, ошибка или подлог составителей родословий, в летописях у Михаила Всеволодовича Черниговского упоминается только один сын Ростислав. Согласно исследованиям М. Е. Бучковой первая редакция родословных книг была составлена в начале XVI века. Юрий Тарусский по летописям неизвестен, его отчество в ранних источниках не упоминается. Р. В. Зотов отождествляет с Юрием Тарусским князя Юрия Чтуровского упоминаемого без отчества в Любецком синодике под номером 53 Н. Г. Головин. Д. Долгоруков отождествляли с Юрием Тарусским упоминаемым в 6772 году Юрием Михайловичем, который выдал свою дочь Ксению за Тверского князя Ярослава Ярославича. Однако современные исследователи считают летописного Юрия Михайловича новгородским боярином. В родословии Аболенских в сборнике, составленном Дионисием Звенигородским, было указано, что Юрий Тарусский Аболенский, а у Костянтина Иван Тарусский, а у Ивана Костянтин же Аболенский, его же убил Алгирт в Аболенце. Егда к Москве приходил безвестно в лето 6876. Однако уже в следующей редакции близкой к государеву родословцу между Юрием Тарусским и Константином Аболенским убитым в 1368 году, было убрано два поколения. Так в родословии князя Ищербатовых было сказано, у князя Юрия Тарусского трех сын князь Костянтина Аболенской, которого убил Алгирт. В летописном своде 1408 год сказано, что литовский князь Альгирт в 1368 году убил князя Костянтина Юрьевича Аболенского, по историке Р.А. Беспаловы эти сообщения свидетельствуют в пользу того, что Юрий Тарусский жил в первой половине 14 века. Возможно, что Юрий родился в конце 13 века, однако он не мог быть сыном Михаила Всеволодовича Черниговского убитого в 1246 году. По мнению Р.А. Беспаловы ряд родов при составлении родословных в начале 16 века просто приписали в качестве родоначальника Михаила, канонизированного православной церковью. Если Юрий действительно был отцом Константина Аболенского, то он умер до середины 14 века. Константин в 60-е годы 14 века был князем Аболенским. Генетические исследования потомков Юрия, проведенные в 21 веке, показали, что у них по крайней мере действительно был общий предок, который принадлежал гоплотипе Р.А. При этом они по мужской линии не происходят от того же предка, что и протестированные мономашечи, у которых гоплотип НЛ-550. Брак и дети. Имя жены Юрия неизвестно, согласно родословным у него было пять сыновей. Всеволод Юрьевич Орехва, князь Тарусский, Семен Юрьевич, князь Конинский, Михаил Юрьевич, князь Мышицкий, Иван Толстая Голова, князь Волконский, Константин Юрьевич, князь Аболенский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова